Линейка у кадетского корпуса в средней школе номер 35 всегда события особенно торжественные и волнительные. А сегодня оно еще наполнено легкой грустью. Стены учебного заведения покидают те, кто стал первопроходцем на пути становления кадетского движения. Взяв лучшие из истории, этим ребятам вместе с администрацией учреждения удалось сделать многое для того, чтобы не просто возродить славную воинскую традицию, но и подарить ей новое звучание. Чем отличаются обычные кадеты от обычных детей? В первую очередь, я всегда спрашиваю, ты сам идешь в кадеты или мама этого хочет? Вот это пятиклашки. И если он отвечает, что я сам хочу, и у него глазки горят, то это хорошо. Это дети, получается, мотивированные на вот эти действия. А мотивированные дети, они всегда отличаются от других обычных детей. Значит, этот ребенок чего-то хочет. Вот. А наша задача его научить правильно идти к цели. Вот. И в конечном итоге выбрать эту цель, которую он придет где-нибудь к девятому классу. У нас также особый предмет – это хореография, этика. У нас вот сама эта кадетская форма, она обязывает к чему-то. Ты не можешь к ней просто не относиться, надо к ней бережно относиться, чтобы она была все время в чистоте, в порядке. Кажется, что это было буквально вчера. С легкой грустью говорит Роман, проходя мимо учебных стендов. Здесь несколько лет назад он впервые открыл для себя устав кадета и твердо решил – буду военным. За четыре года учебы в профильном классе желание выбрать для себя профессию в погонах только укрепилось. Все потому, что традиции воинские – особые. Это время по-любому было для меня очень важно, потому что я многое здесь получил. Я подготовился к дальнейшему прохождению военной службы, военной академии. Мне кадетское образство нас очень сплотило, дало нам новые силы, чтобы сделать там новый старт и перейти к заветному финишу. Сегодня кадетская семья 35-й школы, 198 учащихся с малых лет, этим мальчикам и девочкам прививают принцип «только на отлично». Именно поэтому, наравне с образцовым выполнением общевойсковых дисциплин, с отличной физической подготовкой, оценить которую смогли гости праздника прямо во время мероприятия, ребята успешно справляются с предметами общеобразовательной школы. Победители районных, городских, областных и международных мероприятий свои награды получили во время торжественной линейки. За столько лет очень близки стали мы с этими детьми. И все то, что мы им отдали и научили, как войти в эту взрослую жизнь, и очень трепетно к этому тоже относятся все педагоги. Кадетство – символ сохранения исторической преемственности. Особое внимание в обучении, как и много лет назад, отводится эстетическому воспитанию и хореографии. Ровные шаги классического вальса, что может быть изящнее и утонченнее. И вот настал кульминационный момент праздника – прощания со знаменем учебного заведения. В торжественной обстановке молодые люди получали удостоверение и наградные знаки, а также, соблюдая древнюю историческую традицию, становясь на одно колено, преклонялись перед главной святыней, во имя которой все эти годы они постигали военную науку. Да, не все юноши и девушки сберут для себя профессию в погонах. Однако выдержка, стойкость и смелость, закаленные в полевых лагерях и на марш-бросках, мудрость и преданность Родине помогут этим юношам и девушкам обрести себя и стать профессионалами своего дела в любых отраслях. Продолжение следует...